Честовать Александра Васильевича Ковришкина решили 12 августа в день 90-летия в Доме молодежи. Конечно, юбилеар поначалу отказывался, не надо беспокоиться, события семейного значения, но прийти в Дом молодежи пообещал вместе с дочерью Надеждой. Знал решений своих, глава горского поселения Надежда Исаакина не меняет. За многие годы совместной работы он изучил ее напористый, твердый характер. А сегодня у вас особый день рождения. Вам сегодня маленький юбилей, очень маленький. Желаю вам самое главное, Александр Васильевич, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. На груди у Александра Васильевича множество фронтовых наград. Он попал на фронт в 17 лет. С боями освобождал Белоруссию, Латвию. В Литве был ранен. Победу встречал в Пруссии. После войны немножко проработал ФСБ. После Федеральной службы безопасности образовался сельский совет. И Александр Васильевич с октября 1960 года возглавлял наше поселение. И на протяжении 27 лет наш уважаемый Александр Васильевич возглавлял нашу территорию. Было нелегко. Я, как была одной из молодых депутатов в то время, его работа была видна. Вот те награды, как Великой Победы военной, так и в мирной жизни, он неоднократно был награжден. В том числе и Орденом Трудового Красного Знамени. Надежда Дмитриева привезла поздравление Героя Дня от главы района. Одинцовский район гордится вашим поколением. Поколением героев, победителей, которые с честью прошли через тяжелые испытания войны. Я желаю вам счастья, семейного благополучия, крепкого здоровья. Именно на таких героях, как вы, держится наша земля. И вот этот сертификат на 90 тысяч рублей мы вам перечислим на ваш счет. От предпринимательского сообщества депутат районного совета депутатов Андрей Яцишин с корзиной фруктов и еще кое с чем. Николай Якушев, председатель Совета ветеранов района, вручил юбилейные сувениры. Председатель Совета дома Аза Кобзева передала поздравления от соседей и детворы. Мальчишки обожают фронтовика. При встрече честь отдают. Мне разрешите, значит, сказать вам всем большую честь и спасибо. Дай Бог и вам всем, значит, хорошей жизни, хорошего условия. Дай Бог, чтобы вы, значит, прожили долго, счастливо. Директор дома молодежи Андрей Степченков приглашает всех за праздничный стол. Открывает шампанское. Александр Васильевич сел между двумя надеждами. В первую очередь я ему желаю крепкого-крепкого здоровья. Все, что ему нужно, это здоровье. Спасибо вам большое, что вы всегда с нами. Никогда, самое главное, не унываете. И деревья сажать, пожалуйста, где лопата. И какие-то праздники, так, так, куда, где садиться, где стоять, где что сказать. Памятники, праздники, поэтому... Александр Васильевич, долгих лет жизни, проходя мимо, как говорится, всегда наши двери открыты. Всегда рады с вами пообщаться. Помочь вам, принять помощь, если нам нужна будет. С праздником! Надежда Александровна не может найти подходящий слог благодарности. А вам всем, конечно, большое спасибо, что вы не забываете, что вы организовали вот такой хороший стол, прекрасный, что вы все его помните, не забываете. В общем, вам всем большое спасибо. В семействе Ковришкина голову сломали, как отца, деда достойно поздравить. Зря беспокоились. Все заботы на себя взяла администрация. Пожелание дожить до 100 лет Александр Васильевич Ковришкин принял к сведению. Галина Поликарпова, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.